РУССИДЯЩАЯ на гастролях в Берлине Бывшие заключенные из России и правозащитники из организации РУССИДЯЩАЯ уже побывали и в действующей тюрьме, и в архивах, и в музее Штази, то есть в здании бывшей тюрьмы госбезопасности ГДР в Берлине. Но, как выяснилось, из Москвы в Берлин смогли прилететь далеко не все участники этого проекта. Полицзаключенные, освобожденные условно-досрочно, так и не получили разрешение на выезд, причем в последний момент. Хотя, согласно закону, люди, проходящие по УДО, не становятся невыездными автоматически. Кого не выпустили конкретно? Нас должно было быть больше на 4 человека. Кого конкретно не выпустили, я не скажу, потому что мы все-таки пытаемся пока, пытаемся и надеемся, надеемся, что это ошибка. Очень надеемся. Собственно, я сама себя недавно обнаружила в этих списках. Каких? В списке невыездных из России. Но два месяца юристы работали и обнаружили, что, ах, это ошибка. Но пока я смотрю на себя каждый день в базе. Ошибка, ошибка, но я там. Подробный репортаж о берлинском путешествии бывших российских заключенных смотрите в субботу в программе «Восток-Запад». А прямо сейчас позвольте мне представить вам наш совместный проект с организацией «Руссидящая». Ольга Романова теперь внимательно изучает, как устроена пенитенциарная система в Европе. И начинаем мы с Франции. Вы же хотите узнать, как там поживает Петр Павленский во французской тюрьме? С делегацией «Руссидящий» он встречаться, увы, отказался. Но за неделю во Франции Ольга Романова увидела в местных тюрьмах еще немало интересного. Заходите на наш сайт rtfd.de, проходите по ссылке «Спецпроект «Тюрьма и воля», читайте и смотрите фотографии».